всем привет дорогие друзья с вами павел георгиев компания георгиев travel это цены так же у нас в россии но понимаю что вы хотите все-таки сэкономить с едой здесь проблемы нет среднем любая морская история будет стоить 49 юаней уже готова баранья нога как вы видите ужин шведский стол стоит на двоих мы идем в привычные нам бренды пришел посмотреть а потом уже покупать фрукты red label 1800 и там ниже еще есть один food court вон целый аквариум рыбешек смотрите каких блюда цена одного блюда в среднем составляет где-то 35 юаней салат и левье 38 юаней приветочная приветка у них написано брать то блюдо которое вы не все знаете и платить за него деньги вот это наверное больше всего не любит наши российские кулисты в этом видео я хочу вам показать а точнее ответить на вопрос людей которые приезжают в бухту елунг бэй и они когда собираются сюда ехать всегда думают что здесь нечего есть здесь нет абсолютной еды ребят хочу одну главную вещь сказать это курортная зона здесь просто сделано так чтобы вы отдыхали на территориях отеля они очень большие просторные и так далее и поэтому еда есть это точно специальная скажем отведенных для этого места например как вот на этой улице скажем с едой с барами и так далее находится на рядом с отелем хуайю резорт поэтому многие кто живут в отеле такие как кактус или горизонт или мгм или соответственно в том же хуайю резорт или в голден палм неважно как правило приходят на эту улицу вечером чтобы погулять поесть и так далее поэтому пойдемте вместе со мной я вам покажу что здесь есть очень много кафе пойду по захожу в кафе и покажу вам цены потому что многие отзывы в интернете они на самом деле не совпадают с реальностью и цены здесь принципе есть адекватные на все но можно найти дорогие так что давайте вместе посмотрим разберемся с этим вопросом посмотрим какая здесь кухня какие цены и вы сделаете выводы сами давайте я зашел с этой стороны улицы начнем с самого скажем простого есть пицца хат то есть это скажем с такой европе зированный скажем вариант питания здесь есть пицца есть картошка и так далее мы семью частенько все заходили так что здесь вполне хорошая еда ну конечно не сильно дешевая наш состав это выходило в среднем от 3 до 5000 смотря что мы заказываем но естественно полным составом нас там 6 человек есть поэтому имейте это ввиду давайте я зайду все-таки и покажу вам меню цены сколько здесь все стоит здесь классно кстати прохладно ну давайте сяду и разберем вот это меню смотрите у нас вот здесь есть пицца 75 есть вот такой набор 69 ну вы понимаете 69 юаней а если вы рублях считаете то просто прибавляйте к этому нолик вот большая порция спагетти 40 принципе скажу это цены также у нас в россии в кафе так что ничего особенного здесь не вижу здесь есть порции большие комбо мы брали есть разные варианты есть специальные скажем предложения по меню вот есть салаты салат вот такой 29 юаней 290 рублей то есть в таком формате кафе я считаю это вполне приемлемые деньги вот такая большая тарелка стоит 69 юаней вы видите так идем дальше 39 юаней идем дальше вот такие пиццы разного формата разного вкуса начинается от 82 ну здесь наверное соглашусь наверно не дешево но на самом деле здесь достаточно вкусно готовят мы изъели не раз так далее вот и спицы чуть побольше чуть поменьше то есть среднем где-то около 1000 рублей но они сытные вкусные правда идем дальше мясо а стейк 129 соответственно вот еще стейки по 84 87 ну наверное собственно и все что еще у нас осталось а вот такую штуку я заказываю мне очень нравится картошка с мясом она стоит 40 очень классная большая порция сытная 40 юаней стоит ну и поехали напитки напитки понятного среднего 250 рублей кофе такие напитки по 23 мороженого по 200 по 300 рублей ну в общем скажу так здесь обеды вы на одного человека примерно оставите около 1000 рублей поэтому как и говорю смотрите сами но вот я почему многим рекомендую покупать шведский стол в отеле например в отелях хуаю если не ошибаюсь сейчас мне туристы сказали он тоже стоит около даже 150 юаней сейчас точно не буду говорить но вот представьте что вы сюда зашли взяли по меню и здесь же в отеле вы взяли шведский стол сидите вообще голову не грейте причем даже включены алкогольные напитки поэтому рекомендую но понимаю что вы хотите все-таки сэкономить многие и как бы для вас нужно еще и да более менее дешевая пойдемте дальше вот смотрите сразу здесь напротив также есть трактир здесь есть немножко русского меню поэтому давайте зайду сначала на покажу как там внутри и уже покажу меню мы здесь тоже как-то обедали семьей приезжали что-то пельмени брали там и так далее но целом здесь все аутентично столики прохладно нормально очень все есть давайте посмотрим полистая меню вашим меню хорошо вот есть меню на русском вы можете его спокойно взять часто с вами его вместе пересмотрю называется но трактир вы здесь тоже увидите поехали утка в пекинске 198 юаней как вы видите да кусочками 45 юаней недешево да опять же брать еще витечу момент брать то блюдо которые вы не все знаете и платить за него деньги вот это на больше всего не любит наши российские туристы ну давайте суп том ям 48 уха русская 38 300 рублей бульон вот на баранины 40 а здесь есть салат и салат и левье 38 юаней как видите карбинский салат 38 то есть в принципе все по 300 я принципе как и говорю на любом фудкорте примерно цена одного блюда 300 рублей здесь вот вот примерно такая же цена а следствие идем дальше куриные котлеты 58 это конечно дороже чем таком знаете дешевым таком кафе в духа и там можно за 100 рублей лапшу здесь соответственно немножко другой ассортимент поэтому и другие цены 78 68 кстати мы здесь были как-то было по моему подешевле сейчас отцу дорогу не стало вот смотрите есть пельмени 350 рублей то вот хочет перемене пожалуйста лепешка по 20 так что в целом здесь чем плюс то что есть русское меню и вы можете найти какие-то русские блюда вот это кафе трактир я бы вот так было отметил ну опять же выходим из второго кафе и делаем заключение что средняя средний чек это где-то в среднем 300 рублей то есть 30 юаней плюс-минус одного блюда вам будет мало поэтому пару блюд 500 600 рублей как я говорил так как минимум но не 50 долларов за одно блюдо как кто-то где-то написал или сказал и думаю что очень дорого но обычные цены как и везде если вы пойти газ кафе в россии примерно вы встретитесь абсолютно с такими же ценами я вам покажу где есть еда подешевле но давайте здесь все обойдем и пройдем дальше здесь есть ресторан сразу тоже на входе далеко не идем морской еды sea food давайте пробежимся здесь по ценам что здесь у нас есть вот сразу нам предлагают так пока не ясно да вот в этом месте и прикол да не все понятно что предлагают ну вот например 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 какие-то морские вещи но среднем вот я ценник действительно написано по что по весу поэтому сложно сразу сказать все это идет по весу цен здесь это не указано по весу по весу по весу по весу вот что-то блюдо 128 и так далее здесь вот 88 но обычные уже блюда 40 38 и так далее поэтому вообще все вся морская история она идет по весу вы покупаете вам и готовят на скажу среднем любая морская история будет стоить наверно по 1000 рублей с приготовлением полностью готовая поэтому еще раз говорю если вы здесь и вы располагаете этой суммой лучше пойти на шведский стол потому что здесь вы возьмете понравится вам не понравится но потратить ну вот кстати в н чанзи курица просто 39 юаней то есть 390 рублей вот рыба как и 6 9 юаней то есть вот одна рыба 690 рублей вот допустим возьмем что-то из морского вот смотрите креветок креветки кто это привет креветочная креветка у них написано 98 юаней да понятно да идем устрицы 9 одна штука идем дальше что мидии различные да то есть 59 среднем юаней ну вот смотрите пришли вы сюда взяли например креветку креветочную да и взяли соответственно мидии вот у вас получился уже там 160 юаней опять же опять же очень трудно раз говорю шведский стол будет выгоднее вроде гораздо больше там блюд здесь есть мясные блюда рис и так далее конечно можно выбрать и из этого ассортимента что-то недорогое вот салатики да по 19 пропаренные всякие овощи там и так далее можно супчики взять можно найти что-то дешевле но скажем так это вы начинаете уже себя немного ущемлять и соответственно все не попробуйте поэтому еще в тысячный раз скажу если вы приехали не знаете китайское меню что попробовать что поесть я рекомендую первый же день пойти на шведский стол на ужин и попробовать все блюда то блюдо которое вам понравилось вы можете в принципе сфотографировать и когда вы прийти уже в такие подобные кафе вы можете просто полистать быстро найти и сравнить если вам уж не хочется сидеть ну вот видите открыт специально для русских дома где дешевле кукуруза 28 давайте дальше пролистаем это классная штука 68 48 то есть вот так вот люди делают заключение что дорого потому что то что хочется действительно стоит наверно не дешево а то что не хочется то и не хочется вот смотрите как зазывают стоят по крайней мере мы с вами точно можем сказать что с едой здесь проблемы нет вы видите это целая дорога кафешек я вот только зашел сюда меня уже вот много все обошли вот смотрите вот вишням вот видите раз вот вот но они опять же ведь они хитро они открывают самая дешевую страницу вам показывают завлекают а там вы уже начинаете выбирать но главное как это клиента закоптить ну давайте идем дальше просто вы просили я показываю еда здесь есть точно выбрать можно что-то недорогое но я как и говорю что там вкусная вот еще раз подходим меню 49 69 29 что-то попроще вот яйцо помидоры до 29 то есть скажем что без мяса то скажем попроще стоит и подешевле вот здесь проходят ужин и шведский стол давайте сейчас подойдут спрошу сколько здесь стоит вот смотрите здесь шведский стол проходит по 388 юаней за две персоны сейчас я уточню у них цены это от хуаю резорт да хуаю хуаю вот смотрите в центре улицы вот как раз позади меня это как видите ресепшн с пагодой это отель хуаю резорт вот здесь на центральной площади организованы от них ужин и как видите уже все в приготовлении играет музыка разминает мороженое вот такая табличка уже на входе выдается 388 юаней ужин шведский стол стоит на двоих или за одного сто девяносто восемь юаней и здесь вот написано что бесплатно ростом до одного и двух метров могут пройти ваши дети написано вы можете пойти в ресторан чтобы увидеть блюдо в первую очередь сначала посмотреть а потом уже покупать как вы понимаете надеюсь меня слышно есть музыка уже оживленная так читаю дальше что есть написано в табличке с 18 до 21 30 буфет напитки работают время пения иностранных групп то есть здесь поют кавер группы с 21 до 22 30 форма оплаты любая карточка наличные или вичат пивной напиток есть на шведском столе бесплатно можно тоже добавлять и воду время закрытия ресторана 23 00 так идем дальше в данный момент мы предлагаем на ужин креветки зеленые грибы гребешки крабы креветки на на лютене кухня по всему миру пицца крабы карри паста морепродукты и так далее местная хайнаинская кухня курица мунчхан кокосы острые ракушки в общем много-много всего жареная баранья нога треугольная говядина ребрышки и так далее то есть нормальный шведский стол 380 делите пополам идите с собой напарника едите семьей и получается это гораздо выгоднее чем питаться на улице давайте вам покажу меню чтобы уже не просто прочитали а собственно посмотрели вживую ну вот я подошел вот и сюда смотрю здесь улица мидии крабы лапша мясо рис всевозможные соусы здесь будут вот приватка как раз готовить вот это все вот такой супчик уже все видите готово все чистенькое свежее пожалуйста булочки кому надо поэтому детей вы накормите без каких-либо проблем также здесь есть пиво не ограниченным количеством напитки спрайт пола соки и так далее все готовятся смотрите уже все подготовлены фрукты зелень огурчики так далее празднично все нарядно так что хорошо идем дальше мороженое еще готовится немножко пожалуйста утка по-пекински уже готова баранья нога как вы видите шашлычки овощи здесь как раз приготавливают пожалуйста рыбка рыбка такая пицца картошка при для тех кто хочет немножко вас буду вкусить так что я вам еще не показал там вот купить гриль там еще будут как эти попурус на гриле так здесь у нас небольшая детская зона если могут здесь поиграть здесь у нас зона десертов как видите вот уже раскладывать десерт уже запах просто классных вкусняшек смотрите очень много вкусняшек как вы видите разных 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 поэтому если ваши дети соскучились или вы вот по таким пирожным всяким разным пожалуйста да вот видите как человек заботливо раскладывает бутерброды по-моему с джемом да джем вот смотрите как видите все есть дети будут счастливы но соответственно чупа-чупсов зефир ну я думаю вы все поняли никакой проблемы здесь с едой вы не встретите тем более сейчас мы пробежались и поняли что да действительно лучше сюда прийти и не париться ну ладно идем дальше у нас еще с вами фастфуд на это бургер пинг и еще немножко пройдемся посмотрите здесь много достаточно вот кстати фрукты здесь продают а давайте за фруктами пробежимся здесь фрукты не дешевые честно скажу я заходил манго вот манго не стоит по 25 по 22 его не это скажем дороже два раза чем году хай потому что да ну а чего хотели в центре центральной вот этой улице поэтому там подальше я через одно местечко еще постараюсь вам показать там это стоит подешевле магазин сувениров и я вас веду знаете куда бургер кинг потому что знаю что многие спрашивают про фастфудную еду и что-то в этом духе есть эти вот такой вариант где можно тоже самому приготовить всякие разные вещи ведь это же популярные места и сколько я вот опять же не общаясь своими туристами это вопрос непонимания меню исходя из этого люди думают что нечего есть ну давайте мы идем в привычные нам бренды бургер кинг работает до 2300 давайте посмотрим что здесь есть скажу во первых что здесь не такой ассортимент как у нас в россии он абсолютно другой ну и соответственно цены тоже абсолютно другие здесь основном процесс комбо наборы как вы видите вот пола бургер картошка при 52 илани то есть 500 рублей 47 470 рублей да давайте я вам покажу увидите до 92 вот есть большие комбо наборы то есть основном по 63 по 58 комбо набор это бургер кола и соответственно картошка фри опять же смотрите сами конечно это будет ну недорогой сытный обед но кто-то вот спрашивал есть ли нет пожалуйста вот вам бургер кинг пожалуйста ешьте средний чек 500 рублей поэтому когда меня туристы говорят о том что все очень дорого я так же у нас в общем ничего дороже я бы не сказал так давайте с вами как сделаем я сейчас заведу вас магазин супермаркет который тоже здесь но понятно там тоже фрукты просто чуть дороже супермаркет на зато он очень близко как раз вот к самому отеля хуаю resort и заведующие вас в одно место в котором редко кто бывает и туда даже не доходит поэтому пойдемте со мной я щас покажу ну вот смотрите здесь самом начале когда вы спускаетесь от отеля хуаю ризотто ли подходите есть вот такой супермаркет вы можете в него зайти и уже здесь купить что-то что необходимо давайте посмотрим кокосы а мать вот 10-15 целом донухая такая же цена идем дальше здесь есть фрукты уже полезно ананас 20 ладно подложки уже готовы кстати минуты надо брали помидорки 200 рублей вот такая упаковочка принципе на дети любят такие сети овощи пушки и так далее что здесь касается по таком хотел манга найти где манга все сравниваю команда вот манга манга китайская 22 юаня ну я нагрел здесь научить дороже чем везде но это за полкило расскажу если мы говорим о торговом центре например в дудуха и манга такое будет стоить около 12 но больших супермаркетах она редко бывает мягко но уже такое скажем еще еще не созрела здесь бывает помягче так что здесь вот заходим сразу зона таких фруктов принципе можно купить удобно что есть уже есть многие вещи порезанные ну и вообще в принципе в супермаркетах вы наверно уже видели мои обзоры здесь по большому счету такой скажем сухпай то есть такие сухие всякие конфетки вот вот такие всякие напитки под пиво давайте по пиву вот это европейское пиво 100 рублей на 11 юаней давайте китайской найдем может быть для кого-то это тоже будет ориентир джин тау да давайте 650 до дороже чем дун хай точно потому что она там стоит около трех почти в два раза но с другой стороны принципе тоже доступно не совсем космическая цена вот туда спрашивал про брендовые всякие вещи пожалуйста не знаю что вам показать red label 1800 большая бутылка вот абсолют водка вот 138 смотрите здесь в принципе по крайней мере есть все так что за это не переживайте что у нас тут есть но печеньки все такое игру вот готовые еды в супермаркетах здесь не продают только в больших супермаркетах может тут найти ну доширакси эта история понятно она есть 70 рублей 80 рублей 50 рублей так что это водообразить хватает йогурт и молочка все есть понемножку водичка ну вода цены в общем похоже такие же 2 юаня 5 юаня ну то есть в общем цены похожи как и везде по воде ну примерно вот так здесь все выглядит я думаю вы поняли уже то есть до фрукты подороже алкоголь чуть подороже но это и на центральной улице стоит супермаркет давайте пойдем еще одно место сходим в которое ну не все почему-то туристы туда доходили когда говорил они говорят о мы там не были вот мы сейчас туда и сходим так мы выходим с этой улицы как вы поняли идем другое место которое хотел рассказать куда сюда привезти где еще можно поесть по мне там достаточно приемлемые цены абсолютно такие же как на фудкортах в Дудунхай вот здесь как ориентир видите такое здание там будет написано KFC кстати кому KFC хочется пожалуйста можно туда и там ниже еще есть один фудкорт его может быть так вот сразу и не увидите не заметите но он там есть так что идем прямо туда кстати по этой же дороге кстати вот для ориентира кого вот смотрите вот у нас море здесь у нас хуаю резорт это улица торговая а вот здесь у нас отель палас за ним там идет отель golden palm universal narada holiday in cactus соответственно вот здесь у нас получается дальше дальше прямо ближе туда к горе идет отель который недавно начал продавать тест-тур называется стони брук вилла то есть он где-то примерно ну около километра наверное от моря примерно до так пройти только на не меньше 800 метров точно он находится там вот смотрите здесь вот еще одна зона может быть вы не видели по что я многих спрашивал туристов играть мы до сюда не доходили видите KFC вот это здание идем прямо туда ну в кресе хотите давайте зайду покажу тоже ценности и хочется и пойдем на тот футкорт который вам рассказывал как вы просили так заходим в KFC ну формат такой же но опять же меню здесь совсем совершенно другое давайте посмотрим опять же комбо наборы по 49 юаней бургеры по 53 что-то там есть вижу по 13 мороженое всякие такие вещи они наверное чуть дешевле давайте я вам достану меню основное вот смотрите меню 49 юаней комбо это бургер куриные ножки и кола или 50 юаней соответственно все то же самое но картошка фри здесь нету как нам в России привычных всяких там айтвистеров или еще чего-то такого который стоит 50 рублей чтобы вы понимали и не били ноги зря то есть здесь можно поесть fast food как таковой если вы по нему соскучились но если вы пойдете в KFC ради того чтобы поесть все то что вы привыклись в России здесь этого не будет иметь это ввиду спасибо что смотрите мой канал напоминаю что я занимаюсь продажей оформления туров на Хайнань продаю и оформляю с любого города вылета так как работаю онлайн все официально с документами с чеками в общем все как нужно многие меня уже знают почитайте отзывы почитайте мои какие-то статьи instagram на ютубе видео посмотрите я думаю все вам будет более менее понятно вот мы идем идем вышли от KFC и не все знают что вот здесь вот лестница видите ее даже так сразу и не видно спускайтесь по этой лестнице и здесь еще один фудкорт вот до сюда я как понял не все русскоязычные доходят здесь так же как и ну во многих местах заходишь здесь видите много прилавков с различным меню вот смотрим цены одно было 38 юаней мясное с чем-то вот видите разные здесь никто разбирает еще пока здесь много-много таких зон где можно что-то купить похоже вот рис 28 юаней давайте поближе покажу это подумайте что я придумал 28 28 38 38 48 там и так далее 28 вот такие тарелки с едой они на фудкорте в Дудунхай точно так же стоит так идем дальше что он еще показать так но здесь тоже самое ассортимент немного похоже у всех конечно вот перемешки тоже вот по 30 по 30 30 50 есть кое-что да ну здесь смотрим 28 28 25 30 вот видите большие блюда есть написано перемешивание кастрюля в кастрюльке в общем забавно перевод на по картинке в общем все понятно вот даже суши здесь есть набор 22 юаня то есть по 250 300 рублей то есть это подешевле порции как вы видите чем на той улице но в принципе здесь немножко другой формат вот в ананасе здесь есть такой риск мухая очень много распространенных таких штук вот 28 35 как видите потому что многие задавали вопрос где вот недорогая еда так вот она именно здесь но она здесь китайская как вы понимаете поэтому если кто-то хочет сэкономить может конечно сюда дойти здесь сейчас немного народу потому что время как раз только только начинается уже сейчас еще часик два здесь будет просто полно людей поесть можно выйти вот сюда на улицу здесь тоже кое-что продать здесь небольшой такой детский городок есть а и фрукты фрукты и даже здесь аптека есть вот здесь барбекю готовят морепродукты тоже может что-то заказать шашлычки и так далее 1 шашлык действия не 100 рублей на игру как и на улице торговой вот санья тоже также такие же цены ну здесь коктейльчики можно посмотреть здесь также есть рыбный ресторанчик ну морепродукты ну и опять же говорю опять час не начну смотреть сколько здесь все стоит проще получится что мы пойдем и поедим на ужин и шведский стол вот смотрите 58 за полкило 68 98 смысл никакого нет игру хотите морепродуктов и идти на шведский стол вот здесь на другой стороне скажем через такой мостик а вот от того фудкорта здесь другой фудкорт с морепродуктами вы можете выбрать все что вам нужно и соответственно вам это приготовят и здесь посидеть поужинать берегу этого озера но все достаточно простенько столики морепродукты и вы вот тоже да только начало люди собираются по статей для опять же для ориентира вот отель палат это его корпуса golden pound и туда уже дальше идет как бы universal cactus поэтому понимаете да вот когда я говорю что будете ходить по жаре не очень хочется ходить и поэтому я рекомендую как правило в этой стороне отеля так ну давайте заходим там еще фрукты продавали вам фрукты покажу и наверное этом потихоньку будем завершать этот обзор еды я лунгбэ надеюсь вы понимаете что действие голодными вы точно не останетесь цены разные понятно что дешевых скажем столовых за 100 рублей здесь нет ну потому что это не станет этих курортную зону но поесть и еды достаточно большой выбор он целый аквариум рыбешек смотрите каких но стоит цена 38 юаней за полку но вот одна такая рыбка станет я думаю грамм 700 800 итого одна рыбка 1000 рублей приготовленная плюс напиток я вернулся вот на эту площадь да где еду все это продают вы поняли недорогая которая и вот здесь есть магазин мы здесь тоже как-то семьей были не помню есть это видео или нет мы здесь покупали соответственно фрукты ну вот допустим ананас 100 рублей манго по 18 там помните 25 было да но это не китайская татайство 11 китайского манго вот она нет манго есть тоже по 25 китайская бананы драконий глаз арбузы вот другие нас идет за нас очень вкусненьким убрали его ну здесь тоже могут потом все порезать сложить на тарелочку и это еще не все здесь также есть супермаркет не знаю заходили вы сюда или нет но теперь наверное посмотрев это видео точно зайдете вот мы спускались с вами по той лестнице когда заходили на улице сразу заходите налево и здесь получается супермаркет название непонятное ну сам формат ходит заходим здесь такой немаленький супермаркет все есть достаточно как обычно вы понимаете да здесь всякие суп пайки продают то есть готовой еды конечно у нас нет ну обычно супермаркет то есть напитки булочки сладости идут немножко и груши тут продают 50 рублей пексы стоят полон здесь подешевле как и везде 8 юаней бутылка вот такая на принципе везде стоит 8 юаней гавайские рубашки не знаю никого не видел городских рубашках но и тарел орешка прикалывалась конечно печенье чокопай снековые продукции достаточно много в китайских магазинах найдете кстати меня кто-то спрашивал вот не ошибаюсь да вот это кокосовая пудра вот или что домой привезти кокосовая пудра мне не знаю нравится она разных производителей бывает ну вот смысл такой она просто таких банков например до 25 юаней стоит в кофе или чай добавлять прикольно нас дома стоит ну что про нее даже забыли немножко ну правда вкусно мы покупали ну в общем вы поняли формат все понятно ну вот и все дорогие друзья я показал вам все что есть я лукбэй на тему еды показал вам кафе показал вам цены показал шведский стол который только находится там я не показал даже в отеле вы можете пойти в любой отель поесть цены в общем я думаю уже поняли то есть как и говорил среднем одно одно блюдо цена одного блюда среднем составляет это 35 юаней плюс-минус поэтому здесь дешевле поесть сожалению конечно не удастся ну маловероятно потому что это не санья где есть столовые скажем для своих и так далее там по 100 рублей там блюд здесь конечно нет но тем не менее найти варианты как и вы поняли уже недорогие можно ну что буду заканчивать этот обзор еды в бухте я лунгбэй уверен можно было еще много чего показать но к сожалению время во пребывании на хайнане как всегда ограничено еще нужно много чего снять показать в принципе из него вы сделали свои выводы поняли теперь сможете смелостью отправляться зная где поесть ну что увидимся следующих видео с вами был павел георгиев компания георгиев travel вот друзья взял такую тарелочку лапши с мясом и овощами 28 в центре я лунгбэй